Почти 150 нарушений выявила антикоррупционная комиссия в работе общественного транспорта. Кондукторы берут деньги с пассажиров, не выдавая билет. Скоро такой возможности у работников общественного транспорта не будет. Чтобы этот вопрос решить кардинально, нами прорабатывается вопрос внедрения бескондукторной системы оплаты проезда. Мы предполагаем в этом году запустить ее на автобусном маршруте номер 11. Чтобы снизить статистику нарушений, глава города поручил ужесточить меру наказания для сотрудников транспортной сферы, а также разобраться с коммерческими перевозчиками. Они должны работать на тех же условиях, что и муниципальные автобусы. Вскоре появится единый стандарт для всех. Вы меняете договоры, потому что у нас тут чемпионат мира 2018 года. Мы город, так сказать, перестраиваем, форматируем под новые задачи, под новый стиль управления. Что нам на старый договор ориентироваться? Но если есть случаи, что газели, так сказать, шестилетние ездят, которые окупаются за три месяца, а перевозчик частный, все их эксплуатируют и эксплуатируют. Большую работу в борьбе с коррупционными проявлениями проводит департамент управления имуществом. По итогам прошлого года выявлено более 600 нарушений по использованию помещений, которые принадлежат городу. 26 объектов сдавали без согласия департамента. Также ведомство пересматривает условия аренды. В некоторых сумма платы за один квадратный метр составила меньше 120 рублей. Ставки поднимают. Индексацию провели по 160 договорам. Увеличение начислений с учетом индексации на 15% по данным договорам составит 600 тысяч рублей в год. И плюс на ПТС, значит, у нас платили аренду 13 миллионов, сейчас мы повысили до 52. По одному из договоров. Еще одна важная тема – борьба с черными риэлторами. По итогам прошлого года департамент управления имуществом через суды вернул 150 квартир, которые стали собственностью мошенников. Полицейские обратились к главе города с просьбой предоставить сведения о муниципальных и бесхозных помещениях. Организовать обратную связь с нами, конкретно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции, чтобы, во-первых, у нас был доступ к этой информации по муниципальному, чтобы мы могли своевременно реагировать. Глава города Олег Фурсов поручил департаменту управления имуществом активнее взаимодействовать с представителями полиции, подключать к этой работе участковых и вместе работать на опережение, чтобы у преступников не было шансов. Павел Баймаков, Лариса Шалафас, Сергей Баскин. События.